Уважаемые участники Пленума, сегодня мы рассматриваем вопрос, от решения которого будет зависеть судьба миллионов трудящейся нашей Родины, перспективы России как государства, ее безопасность и целостность. Мы впервые в такой формулировке рассматриваем вопрос на главном партийном форуме. Мы достойно встретили столетие Великой Октябрьской революции. В 1917 году произошел качественный скачок в развитии человечества. На карте мира появилось первое социалистическое государство. Это было наше Отечество, Советская Россия. Целостность системы империализма была нарушена. Острейшая классовая борьба перешла на глобальный уровень. Вслед за Советским Союзом возникла система социалистических государств. Разорвав колониальные цепи, многие народы получили возможность суверенного развития. На путь социализма стал целый ряд стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Мир увидел пробуждение могучего Китая. Альтернатива миру капитала укреплялась, но империализм не собирался сдаваться. Он неустанно вел перегруппировку сил, изыскивал новые способы эксплуатации своих бывших колоний. Буржуазия делала все, чтобы задушить социализм и перехватить историческую инициативу. Внутренние и внешние силы реванша сумели разрушить СССР, одну из двух сверхдержав. Господство США позволило Вашингтону претендовать на установление нового мирового порядка. Глобалисты последовательно уничтожали систему международных отношений, сложившиеся в результате победы над фашизмом. В неуемные желания подмять под себя мир, транснациональный капитал, подрывают все принципы международного права, взламывают суверенитет и независимость государства. Привлекательные некогда лодунги еще фигурируют в либеральной догматике, но они все чаще используются не для утверждения демократии и прав человека, а для их подавления и попрания. Цель мирового капитала – безоговорочное господство. По сути, он вот желал разбойничей свободы рук, глобалистам мешают государственные границы, им надоело национальное законодательство и другие условности. По их замыслу, полям эксплуатации и наживы должна стать вся планета. Движущие силы происходящего – дальнейшая централизация капитала. Ведущие ТНК усиливают свою мощь. Общий пирог мировой экономики делит в основном небольшая группа банков и крупных компаний. Большинство финансовых циклочек замыкает на себя всего 147 корпораций. Их активы фактически являются общей собственностью, а это 40% всего мирового богатства. По сути, экономикой планеты управляет огромная суперкорпорация. Ее крупные структуры переключают на себя функции, которые принадлежали исключительно государству. Появляются не только частные охранные предприятия, но даже тюрьмы и армии. Усиливается господство самого хищного и паразитического капитала финансового. Представители этой глубинной власти никем не избираются, никем не контролируются. Кроме самих себя они ни перед кем не отчитываются. На планетарном уровне их называют мировым правительством, внутри США – глубинным государством. Десятилетиями они формируют и укрепляют свои структуры. Еще в 21-м году прошлого века по инициативам Моргана в США появился Совет по международным отношениям. В 54-м площадкой коммуникации элит Европы и США стал Бильдербергский клуб. В 68-м году Дэвид Рокфеллер организовал Римский клуб. Видные деятели США, Западной Европы и Японии объединила трехсторонняя комиссия. Но при этом общность интересов мировой олигархии сильнее любых условностей и структур. Экспансия крупного капитала расширяется. Его стратегия – установление и узурпация глобальной власти. Формируя мир под себя, империалистические центры стимулируют неэквиленный обмен и утечку мозгов, перекачивают свои закрома ресурсы многих народов, разжигают кровавые конфликты, которые плодятся с каждым в нем. В результате несправедливость в мире растет темпами, невиданными для времен конкуренции США и СССР. Один процент населения мира завладел активами больше, чем у всех остальных жителей планеты. Совокупное состояние двух с половиной тысяч миллиардеров превышает 7,7 триллиона долларов. А это сравниво с ООП абсолютно большинства государств, разрыв между богатыми и бедными странами, катастрофически нарастая. Главный империалистический центр разместился в США. Роль этой страны быть основным местом дислокации, стратегическим штабом и мощным орудием в руках глобализма. За фасадом демократии американской мечты прячется крайне милитаризированное военно-полицейское государство. На службу диктатуре капитала здесь поставлено не только могущество силовых структур и колоссальный чиновничий аппарат. Не менее умело используются коррупционные механизмы и организованная преступность, противоречия международного и международного характера, абсурдная гендерная политика и массовая культура, да в принципе все что угодно. Как точно отметил слушатель генерал ВВШ в отставке Астер, в Соединенных Штатах происходит нарушение демократических ценностей, расширяются полномочия силового аппарата, действующего как теневое правительство. Власть характеризуется милитаризмом, слежкой, секретными тюрьмами и другой структурой доминирования, а также расширением пропасти между богатейшим меньшинством и вверхлющим нищету большинством. Все это на фоне распространения насилия и не прекращающихся войн. Я считаю, что этот генерал сумел точно характеризовать нынешнюю ситуацию США. Для продвижения своей власти глобалисты задействуют разнообразные механизмы. Слишком самостоятельных воспитывают санкциями и блокадами, против них организуют цветные революции и верженные агрессии, растоптаны Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, захвачены бандеровцами и нацистами Украина, готовятся вторжения в Иран, сохраняются санкции против Корейской народно-демократической республики, колоссальное давление испытывают Сирия и Венесуэла, все громче угрозы звучат в адрес Кубы и Никарагуа, обложили как медведя в берлоге и нашу Россию. КПРФ решительно заявляет о своей солидарности с народами, выступающей за независимость и справедливый мир, за подлинную демократию и ценности гуманизма. Борьба против империализма – это борьба против гуманизма на мировой арене, жестокой эксплуатации трудящейся, терроризма и вой, фашизизации жизни на планете. Мы будем усиленно и напряженно вести эту борьбу – защиту гуманизма и справедливости на планете. Да, волю народов к сопротивлению глобалисты стремятся подавить превентивом. Их методика – дегуманизация общества, его духовно-культурная деградация. Буржуазия превратила личные достоинства, человеком в новую стоимость, еще указывал Маркс. В Торе ему Салтыков Сидрин отмечал щемящую унылость, неестественность и неискренность современной хищнической свалки. Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. По временам мне кажется, что я вращаюсь в смешанной атмосфере бойни и дома терпимостей. Разве не видится в этих словах во многом и день сегодняшний? Творцы удушливой атмосферы капитализма посягают на главные ценности, на перекройку самого существа человека. Жуткую картину наших дней скрыл телеканал «Красная линия». Фильм «Рабство в России» остается за кадром. Только в российском сегменте интернета каждый день появляется множество запросов о купле-продаже детей. Известные цены на этом жутком рынке от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей за ребенка. Куда дальше в советские годы? Подобное было просто немыслимо. Для капитализма же уничтожение души и расчеловечивание человека норма, а не случайность. Владимир Ильич Ленин был абсолютно прав. Капиталистический мир загнивает. И мы должны понимать, его архитекторы никогда не простят России страха за свои перспективы. Они не простят того, что Советский Союз встал на пути империализма. В 1917 году наше Отечество предложило убедительную альтернативу миру зла и угнетения. Империализм был отброшен назад. Были установлены пределы его господства. Он перешел к обороне, и сражаться ему пришлось на два фронта. С одной стороны, СССР крепко расширял свое влияние. С другой, наша Родина стала примером для миллионов трудящихся внутри лагеря капитала. Его сотрясали мощные движения, борьба за гражданские, социальные права, антивоенные акции. Страх так называемой демократии перед народными массами и силой советской модели сделал их пособниками фашизма. И лишь фанатичные стремления Гитлера к мировому господству заставило Лондон и Вашингтон вступить в борьбу с ним. Но Запад удивительно быстро отбросил идеалы антигитлеровской коалиции после победы в мае 1945-го, не прошло и года, когда прозвучала воинственная речь Фултоне Черчилля. Полпреды капитала политики не колеблись, развернули свой курс, создали НАТО и возглавили крестовый поход против СССР и мирового социализма. Возможность реванша глобалисты получили в 90-е годы. Стали воплощаться их многолетние мечты. Буржуазные порядки были восстановлены в России и в странах Восточной Европы. Предателям Горбачеву и Ельцину была жизненно необходима поддержка Запада, и чем больше таяла их популярность внутри страны, тем больше требовалась эта помощь извне. Демонтаж советской государственности, подавление народного сопротивления и насаждение капитализма стало общей задачей мировой олигархии и Ельцинско-Гайдаровской комарилии. Вместе они вбивали гвоздь в крышку гроба коммунизма, раздували русофобию и антисоветизм, создавали воровской компрадорский капитал. Руками доморощенных либералов-олигархов Запада рассчитывал навсегда избавиться от конкурента, установить колониальный протекторат под названием «Россия». Но у истории своя логика. Масштабный грабеж общенародной собственности позволил сформироваться в России крупной буржуазии. 90-е стали позади, в нулевые нашу буржуазию перестали устраивать кроки с барского стола глобалистов. А уж эксплуатацию богат самой России, ее трудящие вовсе шла личным законным делом. За 30 лет у нас в стране вырос свой государственный мотополистический капитализм. У него появился интерес защищать рынок внутренний и побороться за внешние влияния. Молодые, голодные, не всегда разборчивые российские олигархи придавили свои права на глобальном уровне. Старым империалистическим державам это, конечно, не понравилось. В мировом хозяйстве и без того стало тесно. Новый соперник оказался нежелателен, и его решили придушить. Российская олигархия везде натыкалась на интересы иностранного капитала. А он не собирался делиться. Пришлось включиться в борьбу за передел мира. Россия превратилась в подобие империалистической державы с основными признаками, описанными еще Лениным. Это потребовало идеологической оболочки. Власть заговорила о суверенитете, о многополярном мире, о демократизации международных отношений. Между Москвой и Вашингтоном с его сателлитами возник серьезный конфликт. И он углубляется. Мир вновь ощутил горячее дыхание холодной войны и видел игру мускул в борьбе за право определять параметры миропорядка. В разных частях света новая позиция Москвы стала источником симпатии многих левых и националистических сил. Ряд прежних союзников СССР выразили готовность поддерживать нашу страну. От этого ярость Запада только усиливалась. На празднование столетия Великого Октября к нам приезжало 132 делегации. Они все до единого выступали за укрепление суверенитета нашей страны. Чтобы был противовес этому людоедскому глобализму, который протягивается и щупальцем во все углы. Они поддержали нас по Крыму и Севастополю, по Донбассу. Поэтому мы благодарим наших друзей и союзников. Именно они реальные союзники России. Устранение России необходимо глобалистов не только само по себе. Такова часть более широкого плана. Вашингтон готовится к схватке за мировое лидерство с Китаем. Для этого ему нужно полное подчинение производственного, сырьевого и человеческого потенциала России. Санкции же за Сирию или Крым – только предлог. Проводя экономические реформы под красным флагом, Китайская Народная Республика совершила уникальный исторический скачок. По своим результатам он имеет только один аналог – выдающийся подвиг ленинско-сталинской модернизации. Нарастив экономическую мощь, Пекин энергично кует оборонный щит, поднимает свое влияние и в международных делах. В мировой политике могут возникать союзы, неестественные с классовой точки зрения. Сегодня российскому капитализму, китайский социализм объективно ближе, чем классово-родственный Запад. Сама ситуация создает основу для сотрудничества в экономике и политике, культуре и безопасности. Наша партия имеет устойчивое, хорошо развитые с компартией Китая. Мы подписали меморандум, который успешно выполняется, готовим новую программу, и мы используем свое влияние для сближения наших стран, дружбы народов, повышения их конкурентных способностей на мировой арене. Российский правящий класс во многом осознал, что он не стал для глобалистов ни своим, ни равным. Место под солнцем предстоит отстаивать. Ко многим обитателям Кремля уже пришло понимание, что коллективный Запад будет дожимать Россию. В такой ситуации яростных компрадоров частично отодвинули от рычагов управления. Усилилась позиции национально ориентированных групп с собственными амбициями. Но слабость стартовых позиций Москвы никуда не делась. Сказывается и классоверотцо российского и западного капитала. Это не позволяет России возглавить борьбу против глобализма, как мирового зла. Таково следствие многолетней линии Кремля на интеграцию в мировую экономику. Речь идет лишь о желании выторговать себе приличное место под солнцем в этой системе. Вот почему даже вопрос о выходе нашей страны из ВТО до сих пор не решен. КПРФ настаивает, пора наконец проявить здесь политическую волю. Нам нечего делать в этой структуре, которая нас грабит. Главная проблема России в том, что новую мировую схватку она вступила в крайне неэффективной, исторически обреченной социально-экономической модели. Соревнования с Западом она проигрывает, внешнее давление бьет по экономике страны и жизненному уровню нашей грабины. Руководство России стоит перед тяжелым выбором. В целом правящая элита заинтересована сохранить нынешнее положение дел. Но с одной стороны общество требует более решительной защиты национальных интересов, с другой противостояние с Западом прямо затравит интересы всех трудящихся и влиятельных групп. Это те, кто уже нашли себе уютную ячейку в мировых сотах глобализма и ездят в Россию как на шабашку. В позиции двух основных групп правящего режима существует различие. Это государственники силового блока и западники, подмявшие экономическую, финансово-информационную политику правительства. Помимо главных башен Кремля, существуют и более мелкие группы. Пока одни олигархи хотели бы подвинуть конкурентов на Западе, другие желают сгладить противоречия и найти компромисс, как это каждый день делает господин Кудрин. Короче говоря, они готовы к национальному предательству, точнее к измене. Как это реализуется на практике, наглядно продемонстрировал Дерибаско, передав нашу алюминиевую промышленность в воспоряжение Англосакс. Мой запрос в Думе создать комиссию и расследовать, каким образом ведущая отрасль, от которой зависит ракетостроение, самолетостроение в целом безопасной страны, попала в руки. Так он обиделся. Предъявил мне судебный иск на миллион рублей. Я спросил, что ж ваша совесть так дешево стоит? Совесть бесценна. Или она есть, или ее нет. Вот таскают по судам. Отобьемся, а вам спасибо за помощь и поддержку. Как видите, политика России полна противоречий. Она стала более автономной от Запада, но связана с ним тысячами незримых нитей. А когда ты пристегнут к колеснице глобализма, тяжело говорить во весь голос и быть принципиальным. Тяжело решиться на официальное признание Донецкой и Луганской народной республик. Мы, КПРФ, решительно выступаем за такое признание. Это требует исторической справедливости. За это выступают граждане республики. Это прямо связано с безопасностью нашей страны и борьбой с фашизмом. Донецкая и Луганская республика могут на нас рассчитывать. Мы помогали и будем им помогать. У нынешнего положения дел есть экономическая подоплека. Российский бизнес в большей степени интернационален. Участие иностранного капитала в нашем энергетическом машиностроении превышает 90%. В металлургии и железнодорожном машиностроении – 70%. В добывающей промышленности и химическом производстве – 50%. Зарубежные инвесторы имеют до 80% акций в российском финансовом секторе. Постыдная и опасная, крайне опасная зависимость на лицо. Лакейская угодливость значительной части российской олигархии определяется ее финансовыми интересами и заставляет прямую угрозу стране. Это значит, народу России нужна национализация власти, основанная на национализации ключевых отраслей экономики. Именно с этого и начинается наша программа «10 шагов достойной жизни». Ее воплощение в жизнь обеспечит формирование бюджета развития и восстановление социальных гарантий трудящихся вывод страны из кризиса. Истинный патриот и сторонник социальной справедливости не может не признать. Из политических сил только КПРФ дает объективную оценку происходящего. Предлагает реальную модель возрождения страны, преодоление кризиса и ускоренного движения вперед. Вместе с союзниками мы готовы назвать состав правительства народного доверия и считаем, что это важнейшим шагом к сохранению целостности и безопасности страны. Уверен, что Пленум поддержит Президиум в этом стремлении и в этом начинании. Уважаемые товарищи, советское государство отличали отсутствие социального раскола, единение общества и власти, глубокий и истинно народный патриотизм. Именно это помогло выстоять в самых тяжелых испытаниях. Позорным результатом разрушения СССР стала реставрация капитализма в России в самом хищническом варианте. Налицо развал экономики и социальной сферы, нищета народных масс, произвол власти и бешеная коррупция. Проводимая политика гарантирует обогащение кланов и элиты и дикое социальное расслоение. Глубина раскола нарастает с каждым днем. Страна разобщена, погружена в комплекс тяжелейших проблем, ослаблена перед лицом тех, кто мечтает ее поработить. Характерные черты российского периферийного капитализма таковы реальная реализация криминальной русофобской политики в интересах кучки крупных собственников. Массовое ограбление трудящихся, лишение большинства социальных прав и гарантий, за которые они боролись почти 200 лет. Формирование примитивной офшорной экономики сырьевого придатка, отказа от современного научно-технического развития и производительного уклада, вымирание страны, духовная деградация и нравственное дещание. Сегодня мы видим новый виток проблем. Чем он вызвал? Тем, что мировой кризис сильно ударил по всем странам, писанных систему глобального капитализма. Тем, что произошло ухудшение сырьевой конъюнтуры. Тем, что против России внедрены санкции для всех этих воздействий. Наша страна оказалась особенно уязвимой. Левопатриотические силы настойчиво указывают выход из тупика, настаивают на востребованности науки. Еще раз хочу подчеркнуть, выдающуюся роль в этом играл наш товарищ Жорес Иванович Алферов. Как настоящий коммунист, он действительно отставил интересы страны, пропагандировал программу партии и защищал идеи социализма. Алферов останется в истории не только как выдающийся ученый, но и как крупный организатор. Он создал великолепный комплекс, соединяющий общеобразовательную подготовку с академическим университетом, исследовательскую деятельность и производство в сфере высоких технологий. Мы сделаем все, чтобы достойно выковечить память Жореса Ивановича. И лучшей память о нем будет продолжение его славного дела. Нынешняя власть регулярно заявляет о поддержке инноваций, но налицо отказ от развития промышленности и ее обновления. В России закрываются в среднем по 400 предприятий в год. Массово разоряется малый и средний бизнес. Людей выбрасывают на улицу, а по статистике безработных вроде бы становится все меньше. Официально их только 4 миллиона. Но в заседании Госдумы Единорос Макаров признал, что нигде не работает почти 30 миллионов человек, а это уже близко к половине трудоспособного населения, что совпадает с оценкой Международной Организации Труда. За последние годы доходы россиян сократились более чем на 10%. В шестой год подряд они падают. И они продолжают падать. Заработок каждого второго не превышает 25 тысяч в месяц. Пол страны нищий. Только за январь этого года задолженность по зарплате сразу выросла на 12%. Подобно уже давно не случалось. При этом цены на продукты и лекарства выросли за прошлый год от 10 до 30%. Безработица и низкая зарплата лишают возможности даже мечтать о приобретении жилья. Уже в этом году банки повысили ставки по ипотете. Падая в пропасть нищеты, миллионы людей вынуждены хвататься за банковский кредит. Но это лишь загоняет россиян в долговую кабалу, в эту яму жуткую. Задолженность перед банками имеют уже почти две трети граждан России. Их общий долг за прошлый год увеличился на 22% и достиг 16 триллионов. Равнолосильно бюджету. Деваться некуда. И это максимум за всю историю тоже. Если бы не траты населения заемных рублей, статистика нищеты была бы еще страшнее. Уровень жизни снижается катастрофически. Более 20% заявляют, что им не хватает денег на еду. Две трети не могут купить одежду. У 75% нет средств. Даже на самый скромный досуг 60% уже не верят, что их материальное положение улучшится. Несправедливый и разрушительный курс больно бьет по рабочим и крестьянам, по пожилым людям и молодежь. Половина вчерашних студентов не может получить работу по специальности. Каждый четвертый не находит работы вообще. Минимальная стипендия в УЗАХ едва превышает полторы тысячи. Даже стипендии отличников ниже прожиточного минимума. У молодых нарастает чувство ненужности, отчерденности от собственной страны. Около третий хотят уехать за границу. Не рожали, не учили. Получают готовых. Полтора миллиона уже там бродят, создавая капиталы иностранным богачам. Казалось бы, есть повод для серьезного беспокойства. Но пресс-секретарь главы государства заявляет, что это не такой высокий показатель. Неустроенность больно бьет и по молодым семьям. За последние пять лет в стране на 30% снизилось число заключенных браков. Число разводов превышает 600 тысяч год рождения второго ребенка. Почти гарантированно погружает семью в состоянии бедности. Призывы власти рожать больше детей разбиваются реально. Страна вновь вымирает. Мы единственная страна в мире, которая за последние 25 лет потеряла 9 миллионов человек. Американцы прибавили на 70 с лишним миллионов. Французы на 10. Англичане на 9. Наши русские области вымирают ударными темпами. Моя Орловская область потеряла больше, чем когда была оккупирована фашистами. Мы обязаны все сделать. По сути дела, мы повторяем тот русский крест, который впервые зафиксирован был в начале 90-х годов. С тех пор мы стали страной по европейской низкой рождаемости и по африканской высокой смертности. Сегодня на 20 женщин в России приходят только 16 рождений. В середину столетия страна может встретить ужавшись на 30 миллионов человек. Основные причины высокой смертности это болезни, алкогольное отравление, аварии на дорогах, убийство и самоубийство. Отчаяние нередко толкает на преступления. С 2000 года по 2018 в тюрьмах побывало 4,5 миллиона человек. Если 10 лет назад досрочно освобождалась половина осужденных, сейчас только 20%. Происходит алкоголизация населения. По данным ООН, душевое потребление 8 литров алкоголя Гольф приводит к деградации нации. У нас оно достигло 18 литров. В стране 3 миллиона зарегистрированных алкоголиков и 30 миллионов зависимых от алкоголя. Ежегодно от этих отравлений умирает 75 тысяч человек. Каждое пятое преступление совершается на почве пьянства. Разрастается и проблема наркотиков. Доходы криминала от торговли им уже превышают 15 миллиардов долларов в год. За 10 лет потребление наркотиков в России выросло в 10 раз, в то время как США снизилось вдвое. Регулярно их потребляют 5 миллионов человек или свыше 7% населения в возрасте до 40 лет. Это в 8 раз больше, чем в Евросоюзе. Именно в этой группе больше всего пораженных ВИЧ и гепатитам С и В. К несчастью в России вернулся туберкулез, практически искорененный в советское время. Заболеваемость им достигла уровня эпидемии. Это уровень 2 с лишним раза больше, чем в среднем Европе. В нашей стране туберкулеза умирает более 20 тысяч человек и животных. Таково одно из последних так называемых реформ здравоохранения. По сравнению с 1990 годом число больниц сократилось более чем вдвое. Резко снизилось число поликлиник. По данным Минздрава, 17 тысяч населенных пунктов медицинской помощи нет. Нет и всеобщей диспансеризации населения, чем мы всегда гордились. Болезни на ранних стадиях не выявляются, отсюда и такая дикая смерть. А ведь масштабы алкоголизма и наркомании, туберкулеза и преступности социально обусловлены. Как следует справиться с ними, показала советская страна. Это повышение благосостояния населения, его культурное развитие и внедренная ленинским наркомом Семашко система профилактики заболеваемости. Этим мы гордились. Это обобщало всемирные организации труда и ставило пример всем. Власть лукаво объясняет о росте доходов граждан. Но уже 10 лет свое положение улучшает лишь пятая часть населения. Особенно в льготности отчувствует полпроцента самых богатых. Большинство граждан все эти годы только беднели. Настоящий позор современной России в том, что треть всех бедных – это взрослые, трудоспособные люди, чьи зарплаты и пособия ниже прожиточного минимума. Я как-то молодежи говорил, у меня у отца в семье было 8 братьев и сестер. Мой дед, учитель сельской школы, один кормил 10 человек на свою советскую учительскую зарплату. А сейчас работающий человек не может прокормить двух детей. Именно бедность – самая острая, жгучая и кричащая проблема нашей страны. Даже по официальным данным свыше 18 миллионов человек находятся в среду бедности. То есть они не просто плохо живут, они оказались в состоянии крайней нужды за пределами сносных условий существования без всяких войн. И под возгласы санкции нас лишь укрепляют. Этим людям устроен бытовой концлагерь. Если это не социальный геноцизм, то что это тогда такое? Современная Россия подает пример неутолимой жажды наживы одних и беспосветной нищеты других. По критериям ООН в нищете живут до 30% россиян, бедности – 34%. Разрыв между 10% самых богатых и самых бедных уже подвалил к 20 разам. Принцип «бедные беднеют, богатые богатеют» действует у нас в самой циничной форме. Богатые грабят бедных и в других странах, но там власть перераспределяет доходы. В России, напротив, национальное богатство решительно распредено в пользу тех, кто эксплуатирует трудящихся по уровню имущества неравенства. Наша страна сегодня в числе передовых. Для КПРФ очевидна причина бедности в самой богатой стране – политика властного класса. Минимальный размер оплаты труда установлен примерно в 120 евро. Это в 10 раз ниже, чем во Франции и многих других странах. Вот с только низкой базой и рассчитываются пособия, льготы, пенсии. Российскому бизнесу разрешается платить среднюю зарплату 500 долларов в месяц. Это в разы меньше, чем в США или в Европе. Пенсии у нас менее четверти от средней зарплаты. В Евросоюзе это показатель 44%. Но это результат конкретной власти, в данном случае Единой России и всех ее правителей. Даже защитники нынешней системы признали, проблема бедности приобрела катастрофический масштаб. Глава правительства и заместители на форуме в Сочи дружно фиксировали обнищание граждан, угроза стране. Не случайно в послании президента в ряде указов обозначить задачи обеспечить рост реальных доходов граждан и вдвое снизить уровень бедности. Но при таком бюджете только беднеть будут дальше. Ибо в консолидированном бюджете сегодня денег мало. Надо минимум удваивать эти средства. Удивительно, но министр социального развития Топилин, и фамилия такая, кого хочешь утопить, определил цену бедности в России в 700 миллиардов. Ну разделите. Получается 20-30 тысяч, если дал ее, он ликвидировал бедный. Ну откуда он свалился? Заявляю такой. С 1 декабря пилотный проект по борьбе с денностью стартовал в Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Липецкой и Томской областях, Приморье, Татарстане, Кабардино-Балкарии. Чиновники утверждают, что это 8 регионов подбирались с разной стратой проблем. Так татарстане бедных семей менее 8%, а Кабардино-Балкарии аж 24. Реализация проекта у меня вызывает много вопросов. Это будет борьба со статистикой, а не с бедностью. Проводимая политика перечеркивает возможность решать социальные проблемы. Она несостоятельна и враждебны интересам общества. Но власть не желает скорректировать курс в интересах большинства. Под неусыпной защитой государства только миллионеры и миллиардеры. В Лондоне 55 миллиардеров. В Москве 71. В Лондоне главный миллиардер, самый богатый, Михаил Фридман, который сюда ездит как на шабашку и 10 лет высасывает из России все сотни. Он уже ввалил в фармацевтическую, медицинскую промышленность Америки и Англии 400 миллиардов в переводе наших денег. Это больше, чем годовой бюджет на здравоохранение. Ну что у нас не видит Совет Безопасности, президент или правительство, это маразм. Видит прекрасно. Мне вчера положили, хочу уточнить, за 17-й год главный приватизатор заработал, заработал на кавычки взять, более миллиарда рублей. Откуда он их заработал? Он же госкорпорацию возглавляет. Цены, которые на год платят за олигархическую власть, становятся непосильные. Пока доходы населения снижались, цены, налоги, тарифы и прочие платежи только росли. Государство снимает с себя обязательств перед народом, но повышает поборы и штрафы. Введен налог на самозанятые. Повышение на 2% ДС поднимает сразу цены на 5-10%. Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы на топливо увеличиваются по 2 раза в год. Выросли налоги с кадастрой стоимости для недвижимости земли. На плечи граждан перекладывают мусорную проблему. Засовывают в страну мусорный бак. Говорят о том, что квадратные метры мусорят. Ну кто видел, что метры мусорят? Народы по 5-6 раз увеличили цены и не в состоянии следует убрать и очистить. За что не возьмешься, просто иногда диву даешь. При этом власть настойчиво лакирует реальность. Лопасти маховикал живой пропаганды крутятся со всей силой. Доверие к ней закономерно снижается. 52% уверены, что руководство скрывает правду о происходящем в России. Полную честность в его оценях верят только 2%. Как можно управлять, если вам страна не доверяет? Почему вы не хотите создать полноценное правительство народного доверия? Профессионал. Почему Ельцину подвыпившу ухватило воли после дефолта сформировать правительство Примакового, Мастукова, Герасченко и оттащить страну от края пропасть? Нарастает тревога граждан за будущее России, за судьбу своих детей. Люди хорошо понимают, что живут в классово разделенной стране, где царит жесткий социальный раскол. Проводимый курс делает жизнь большинства невыносимой и бесперспективой. Наш народ не может это бесконечно терпеть. Массовый протест против разбойничьей политики нарастает. Это вполне закономерно, и мы его энергично поддержим. Благодарю вас за акцию, которую вы неделю назад провели. Дружно, энергично. Это главное орудие в защите социальных прав трудящих. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, стратегии наших действий ясна. Тактика уточняется постоянно. Мы тщательно в посредневном режиме анализируем состояние экономики и социальной сферы. Мы посвятили этому два последних пленума Центрального комитета. Большую законотворческую работу проводит наш депутатский корпус. Многие проблемы исследует наша партийная пресса. Самые последние тенденции раскрыты мною в статье «Система либерального рекета» и специальных материалах о Китае, Украине и Курилах. Кстати, я материал «Система либерального рекета» отправил всем членам Совета безопасности, всем министрам, всем губернаторам. Ни один не сказал, что эта оценка неверна. Там наша конкретная программа и способы ее реализации. Для нашей партии очевиден разрушительный характер проводимой политики. Разумеется, у нее есть свои выразители. Мы хорошо знаем их имена и фамилии, но источник проводимого курса – не злая воля отдельных олигархов или министов. Классовый подход, марсийско-ленинский анализ позволили определить характер нынешней политической системы. Он был ясен уже в 1991 году, когда государственный перерод Ельцина-Кравчака-Шушкевича разрушил Советский Союз. Этой трагедией планетарного масштаба предшествовал запрет КПСС стержневой структуры в жизнедеятельности Советского общества. Те судьбоносные события стали решающими в деле реставрации капитализма в нашей стране. Но сопротивление масс силам реакции нарастало. Их твердая позиция вынудила многих колеблющих избранников перейти на сторону граждан. Всех народных депутатов все меньше доверял Ельцину. Последовал новый этап российской трагедии. Второй государственный переворот в 1993-м установил президентское самовластье через кровь защитников Совета. Ускорилась разнужденная приватизация общенародной собственности. Курс Ельцина Гайдара и Чубайса вогнал в страну жесточайший кризис. Дефолт 1998-го года означал ее резкое обострение. Несостоятельность новой власти и порочность ее политики стали очевидны всем. Правящей Камариле пришлось согласиться на выход из кризиса по нашим рецептам. Рецептам левопатриотических сил страну спасло правительство Примахова-Маслюкова. Но буржуазный реванш требовал продолжения. Кабинет министра был вскоре отправлен на ставку, хотя он дал тот год прирост промышленности 24%. На следующем этапе правящую группировку выручил рост мировых цен на нефть. Он начался в 1999-м и позволил олигархической власти покупать лояльно значительное число граждан. Но сейчас на дворе 19-й. Бочка нефти подешевела вдвое. Топливо нефтя долларов уже не способно двигать судно нашей экономики вперед. Ее корабль дает все большую осадку под грузом проблем. И хотя средства к убышке власти пока есть, она под предлогом кризиса все жестче наступает на законные права граждан. Народ в ответ отказывает ей поддерживать. За год после президентских выборов уровень доверия к президенту и правительству снизился почти вдвое. Число противников правительству впервые за 14 лет превысило 60%. Отставки Кабинета министров требуют 53%. Резко до 32% снизилась и популярность главы государства. Это заметно меняет всю ситуацию в стране. Ленин напоминал, власть центрального учреждения должна основываться на нравственном и умственном авторитете. Нынешние институты власти в России теряют остатки доверия. Садистская пенсионная реформа обобрала каждого. Для многих она стала прямым покушением на их будущее. От кухонных возмущений люди перешли к действиям мощной акции протеста. Наша партия провела по всей стране. На улицы вышли сотни тысяч людей, еще недавно и не помышлявших о политической активности. Народ все сильнее испытывает потребность в переменах и требует их. Власть не должна надеяться, что рабочий класс и остальное население согласятся вечно пребывать в нищете. Градус недовольства растет с каждым днем. Обратите внимание, недовольны промышленные рабочие, которые получают медленные заплаты и лишают социальных гарантий. Недовольны крестьяне, которых не перестают обирать, разогнали почти все коллективные хозяйства. Недоволен малый и средний бизнес, еще душат налоги, рейки контрольных органов и бездумная система правил хозяйства. Все сильнее тревога молодежи в свое будущее. Одни уехали за рубеж, а другие становятся радикальны и радикальны. Недовольны дети войны, которые гитлерцы лишили детства, а власть капитала унизила в старости. Мы пять раз носили этот закон, так и не приняли этот закон. Всего 40 миллиардов надо, чтобы решить эту проблему. Уже за эти два месяца выгнали из страны 1 триллион 200 миллиардов, переводя на рубли. Прижмите немножко и хватит всем. Недовольны учителя и врачи, нагруз которых резко выросла, но они не стали богаче. Недовольны ученые, у которых отнимают возможность заниматься делом их жизни. Недовольны обманутые дольщики и вкладчики, которых ограбили дельцы и бросили на произвол чиновников. Все труднее найти социальную группу, которая довольна своим положением. Даже олигархия оказалась между молотом народного гнева и наковальней западных санкций. Представители доморощенного капитала мечту и стремлению защитить неправильные богатства, на которые погушаются более крупные западные хищники. В сложном положении региональные власти. На них давят как федеральный центр, заставляя проводить непопулярные реформы, и вороватые выборы, так и народная масса, которая выплескает на них свое негодование. Формируется принципиально новая ситуация. И мы обязаны, как политики, как ответственные люди, видеть ее целиком. Впервые в нашей истории масштабы износа систем, машин и механизмов угрожают коллапсом и полным подрывом безопасности. За 10 лет ни на один день не сократился средний срок машин и станковый механизм. Вы видите, что происходит. Каждый день одна авария тяжелее другой. Впервые с начала прошлого века поруганы все права граждан России. От избирательных и дуровых до права на жизнь. До права на 8-часовой день, за который бились сотни лет. А социальный геноцид носит характер национальной катастрофы. Кадровый кризис в стране впервые приобрел такую остроту на всех уровнях и во всех отраслях. Впервые с 90-х годов людоедские рецепты либералов столь активно внедряются в жизнь, а сами они нагло идут наступление под знаменами, сшитыми в Ельцин-центре. Еще раз официально заявляем. Мы этот людоедский центр, Ельцин-центр, этот гадюшник в Москву не пустим. Рашкин лично отвечает за это. Впервые после похода Антанты на Молдую и Советскую Республику санкции Новой Антанты превращаются в глобальную систему удушения России. Впервые на Украине запрещают русский язык, а по Прибалтике маршируют солдаты Бундесвера и недобитые ССовцы. Впервые в истории мировой терроризм с алфактом реальной политики и все активнее давят на южные рубежи России. Впервые рейтинги власти обвалят с такой скоростью, и избиратели все активнее отказывают доверию представителей. А это чревато полной дестабилизации управления. Впервые за долгое время резко расшились масштабы политического произвола. Без всяких оснований преследует нашего товарища, мужества офицера Бессонова. Абсолютно безосновательно. Не хотят расследовать избиение молодого коммуниста Егорова на избирательном участке Москвы. Все тащит электронную систему голосования без права контроля за ней. Это главный способ фальсификации завтра. Объявляют уголовникам и второго секретаря Камчатского, Крайкому Быкова, который ничего не совершал. Чинят произвол в отношении наших ульяновских депутатов, Кузина и Гурьянова. Осуществляют беспрецедентное давление на кандидата президента Грудинина. Пытаются опорочить одного из лучших губернаторов Левченко. 173 гадких сюжета выпустили за последние три месяца. Я уже обращался к Весен-24. Вы что, шалили совсем? Вы государственное телевидение. Вместо того, чтобы показать реальные результаты, Левченко об этом сегодня скажет. Торгово-промышленная палата поддерживает. Фракции в Думе поддерживают. Ее пятилетка дает результат. Он единственный вокруг ее перевыполнен. Все показатели, которые ставил Кутин в своем послании. Атакуют и лидеры партии угрозами, сведенными исками. Меня 301 раз судят. Не засудят, не получится. Ситуация крайне драматична. Угрозы взлома безопасности России обострены до предела. При этом у правительства нет реальной программы преодоления кризиса. А главная основа целой страны – социальное единство общества. Бездарно порушен. Без этого невозможно решить ни одной проблемы. Задача ГПРФ на этом фоне – максимально сплотить народно-патриотические силы, выступая их ядром и стердевой структурой. Это необходимо, чтобы осуществить программу стабильности и спасения страны, защиты ее национально-территориальных интересов. Наши главные подходы – национализация ключевых отраслей, планирование хозяйственной жизни страны, снижение налогов на бедных и повышение на богатых, госмонополия на спиртоводочную продукцию, пресечение массовой утечки капиталов. Все эти меры обеспечат формирование бюджета развития. Завтра можно это сделать. Мы полны уверенности в своей правоте. Залог тому успехи народных и коллективных предприятий. Десять лет назад мы с новой силой взялись за пропаганду их опыта. За это время наш партийный телеканал «Красные линии» изучил и представил зрителям 34 таких предприятия, их более 200 уже. Только за прошлый год снято 14 специальных репортажей на эту тему. При этом о 9 предприятиях мы рассказали впервые. Этот опыт по-настоящему впечатляет и выручит обязательно. Сегодня мы покажем вам небольшой ролик на эту тему. Результативность программы КПРФ каждый день доказывает наши товарищи в голове крупных территорий. Уверенно демонстрирует талант управленца в голове Носибирска локоть Анатолий Евгеньевич. Город третий в стране. Он сейчас предложил программу «Наука МОЗ в будущее». Можно создать второй филиал, или еще один филиал нашего Академгородка и решить многие проблемы. Перспективную программу развития территории Орловской области предложил Клычков. Сегодня он подписывает соглашение о создании центра под подготовки рабочих для центральных регионов России. Активно действуют интересы людей труда в главах Акасии и Коновалов. Недавно губернатор Иркутской области Сергей Юрьевич Левченко отчитался об итог своей работы. Консолидированный бюджет при Ангаре за прошлый год вырос почти на 18% и достиг 194 миллиардов. За четыре года в два раза сократился госдолг регионов. Значительно выросли инвестиции в основной капитал. Улучшился внешно-торговый оборот. Увеличились объемы строительства жилья и социальных объектов. По темпу возведения школы Иркутской области «Лидер в Сибири» число обманутых дольше сократилось вдвое. Очевидны успехи губернатора в сельском хозяйстве, в борьбе с незаконными рубками леса, в реконструкции и капремонте дорог. Введены меры поддержки детей войны и ветеранов труда. В регионе существенно повесилась среднемесячная зарплата, а задолженность перед дровыми коллективами многократно сократилась. Это в то время, когда многие регионы откровенно проседают. Коммунисты и патриоты умеют работать. Основу убедительных результатов Левченко создана им Госплан Иркутской области и программа развития региона на ближайшие пять лет. Мы уверены, что она будет успешно выполнена, и наш актив поддержит. Сергей Юрьевич, вам успехов! Уважаемый участник Пленова, факторы крупных перемен в стране возрывают быстрыми темпами. В целом, правящую верхушку объединяет неидейные скрепы и не стремление решать государственные задачи. Расплачивает круговая порука, коррупция и возможность грабить Россию. Эта шаткая конструкция может не выдержать порывов социального ветра. Система либерального рикета прогнила насквозь. Уже сидят за решеткой министр экономического развития Улюкаев, когда обыскивали кабинет ни одной бумажки о развитии экономики. В главаре организованных преступных групп губернатора Хорошавин, Маркелов, Эйзер и Белых арестован за миллионные хищения сенатор Арашуков. Взяли под стражу и руководителя открытого правительства Абызова. Все последние законы, включая пенсионные, это во многом его инициатива. Даже самые стойкие сторонники Единой России теряют надежду на доброго царя. Повышение пенсионного возраста окончательно убило у миллионов людей веру в то, что правящая группировка стремится улучшить их жизнь. Еще Сталин напоминал, прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и эксплуатируемых. Эта борьба идет и будет идти. Подчеркну, и будет нарастать. Разваливая экономику и опрокидывая население в нищету, правительство само формирует условия для изменения революционного характера. Дело за субъективными факторами перемен. Практика свидетельствует, даже самая жесткая и циничная власть раздается, когда против ее политики объединяется большинством. Протест – естественная форма отклика граждан на состояние дел. Это реакция на несправедливость, это способ выразить волю граждан и защитить свои права. Разрушительная политика правительства закономерно вызвала всплеск протестной активности. Наибольшее негодование вызвало людоедская пенсионная реформа. В 2018 году в разные формы защиты своих прав приняло участие более 14 миллионов человек. Это почти на четверть выше предыдущего года. Всероссийская акция протеста против социального террора власти прошла в три этапа. Уверенно и напористо провели наши товарищи в Москве и Санкт-Петербурге, в Северной Осетии и Мордовии, в Алтайском, Красноярском, Приморских краях, в Амурской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Ярославской областях и ряде других регионов. Под знаменами лозунг КПРФ стало много тех, кто впервые вышел отставить свои права. Массы получили важные уроки политической борьбы. Наша партия продемонстрировала свои мобилиционные возможности, подтвердила статус ведущей политической силы. Так коммунисты Карелии активно используют едиционные автопробеги. Разгар президентских выборов и пробег преодолел тысячу километров. На остановку проводились встречи с населением, раздача литературы. Интерес жителей вызвала доска позора с фотографиями карельских депутатов, поддержавших пенсионную реформу. В чате коммунисты организовали акцию, где пронесли портреты депутатов Забайкаля, голосовавших за приостановку мер социальной поддержки. В Курской области эффективно применяются акции «Красные» в городе с раздачей листовок, газет, пропагандистских материалов. Хороший результат Северной Осетии дают одиночные пикеты. Там многие массовые мероприятия проходят очень дружно и энергично. Практика показала митинги и демонстрации наиболее эффективных городах в сельской местности действенными формами являются встречи с депутатами, сходы граждан, общение в сельских библиотеках и домах культуры. Именно так строят свою деятельность наши товарищи в Крыму. Интересный пример работы по месту жительства показывает Марина Созантова в Кирове и Михаил Пархикин в Чувашии. В целом партии немало примеров самоотвержденности наших товарищей, отличающихся и откликающихся на злободневные проблемы. На особом контроле партийных отделений Московской области мусорная проблема в Орехово-Зуве, Куровском, Волоколамске. Большую работу здесь проводят Анатолий Макаров и Пёт Лазарев и целый ряд других товарищей. В Ростове-на-Дону проведен комплекс мероприятий против размещения мусороперерабатывающего завода и нового полигона отходов рядом с жилой зоной. Борьба сочетала пикеты и митинги, сбор подписей и круглые столы, работу с интернет-СМИ и запросы депутатов, индивидуальную работу инициативных групп с жителями. Результатом стал перенос завода и выделение средств на реконструкцию старой свалки. Опыт лучших организаций по мобилизации масс на борьбу за свои права должен стать предметом тщательного изучения и распространения. Общероссийский штаб протестного движения под руководством Кашина держит связь с каждым регионом. Они же играют большую роль в организации помощи Донецку и Луганску, куда мы отправили уже 78 гуманитарных конвоев. В апреле 29-го мы еще отправим праздничный победный конвой. Давайте поприветствуем наших донецких и луганских товарищей и заявим, что наша помощь бескорыстна и будем ее продолжать. В условиях нарастающей борьбы за права и интересы граждан стратегической задачей является создание широкого фронта левых и народно-патриотических сил. КПРФ хорошо организованная и наиболее влиятельная оппозиционная сила. Она имеет четкую программу, развернутую сеть организаций, большой опыт парламентской и внепарламентской деятельности, самой логикой политических событий. КПРФ призвана стать ядром народного движения. В эти дни исполняется 100 лет со дня учреждения Коминтерна. Это один из знаковых вековых юбилеев последних лет наряду со столетием Великого Октября Красной Армии и Ленинского Мсомола. Опыт коммунистического интернационала заслуживает того, чтобы его изучать и использовать. Еще седьмой конгресс трудовой интеллигенции на базе единого рабочего, именно рабочего фронта. Были провозглавлены принципы правительства народного доверия народного фронта, как власти широкой классовой коалиции. Убежден, что данная концепция актуальна и в современных условиях. Целый ряд левых и патриотических организаций разделяют оценки КПРФ. Это хорошая основа, чтобы создать общий фронт борьбы за народные интересы, соединить борьбу за права граждан с борьбой за целостность, независимость и возрождение Родины. Объединяя силы, мы уважаем всех, кто открыт сотрудничество. Мы не диктуем правил тем, у кого есть свои структуры, идейная платформа. Мы готовы делом подтверждать свой авторитет. При этом мы твердо убеждены, народно-патриотический фронт это не просто встреча лидеров в Москве за круглым столом. Это широкий союз рабочих крестьян, интеллигенции ветеранов, женщины и молодежи. Расширение массовой поддержки должно стать основой действий каждого отделения КПРФ. Для этого нужны люди, способные четко формулировать требования к власти и конструктивные предложения, увлекать и вести за собой трудящихся, решительно бороться за права народа. Порочность политики власти мы постоянно вскрываем в партийной прессе и с парламентской трибуны. Но у недовольства людей много источников. Необходимо хорошо знать проблемы повседневной жизни на местах. Биржевые курсы редко интересуют простого человека. Его волнует положение делу местной больницы и качество обучения в школе, состояние дорог и цены в магазинах. Работая с населением, следует внимательно изучать эти проблемы, предлагать подходы к их решениям. Чем глубже будем вникать в такие вопросы, тем большую поддержку мы получим от населения. Многие отделения партии активно взаимодействуют с инициативными протестными группами. В Москве мы поддержали пострадавших от недобросовестных застройщиков и валютной ипотеки, борцов против точной застройки и платных парковок за экологию и сохранение опытных полей Тимиряйской академии. КПРФ помогла объединиться движению обманутых дольщиков, прошли крупные акции, протесты и три съезда. Большую роль здесь сыграл Клычков, ставший губернатором Орловской области. В ряде регионов удалось добиться решения этой проблемы. Политическое пространство России наполнено многообразием социальных движений. С ними важно сотрудничать в общественных объединениях и группах. Мы найдем резервы для пополнения своих рядов, прирастем людьми инициативными, смелыми и настойчивыми. Вы, наверное, обратили внимание на лица тех, кто сегодня вступал в партию. Какие светлые лица, какие симпатичные, волевые, интересные люди. Сегодня многие готовы с нами сотрудничать. В сентябре прошлого года День России потеряла четыре губернаторских поста. Миллионы людей приходят к выводу, партия, идущая против народа, недостойна стоять у руля государства. По данным Левада-Центра, семь из десяти россиян категорически недовольны своим положением. Каждый четвертый уже готов отставить свои права в открытом уличном протесте. Мы должны вести работу так, чтобы увлечь их в политическую борьбу и умножить ряды ее участников. При этом необходимо помнить, успех придет, если задействуем весь комплекс наших интеллектуальных, информационных и пропагандистских возможностей. Здесь очень рассчитываем на наших идеологов и аналитиков, публицистов, гитраторов, на нашу прессу, правду, советскую Россию. Давайте редакторам и редакциям этих двух газет пожелаем успехов и благодарим их за работу. Центром предвижений для всех, кто увлечен в решение проблем граждан, обязаны быть наши депутаты всех урн. Партия настойчиво формирует свой депутатский корпус. Ежедневно вопросы выборов координирует штаб по главе Смельнику. Впереди исключительно ответственные выборы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крему, Севастополе, Хабаровске и многих других регионах. Вчера Афонин и Новиков наши секретари подробно изложили задачи и провели соответствующие комиссии. Две трети наших организаций пройдут через ответственные избирательные кампании, нужно как следует к ним подготовиться. За последнее время мы уверенно победили на выборах губернатора в Орловской области и преодолели все препоны в Хакасе. На выборах в Иркутской и Ульяновской областях, в Приморском крае, в ряде других территорий за КПРФ голосовало до 40% избирателей. За Грудинино на президентских выборах почти 9 миллионов человек это лишь по официальным данным. Павел Николаевич имеет полное право представлять интересы избирателей в российском парламенте. Вопросы партии власти вопреки партии власти мы будем оставить это право. Сегодня наш протест возмущения перенесен в Верховный суд. Но еще раз заявляю, партия и только партия имеет право представлять из своего списка кандидата. Грудинин честно выполнял программу нашу, представил программу 26-го достойной жизни и показал удивительный пример развития народных предприятий. Давайте пожелаем здоровья и успеха Павлу Николаевичу. Мы отставили и будем отстаивать интересы его. Уважаемые товарищи, каждым из нас движет идея справедливости, идея социализма и образ советской власти. Единственная власть, как говорил Сталин, вышедшая из русских народных масс. Ее народный характер и сегодня жив в сознании наших соотечественников. Это он вызвал массовое торжение антисоветизма. Это он помог сплотить ряды бессмертного полка. Это он вернул Крым на родину. Именно советский дух, патриотизм, характер диктует свою священную волю российским политикам. И потому в день пятилетия прозвучали слова президента Путина о том, что крымчане как бойцы Красной Армии выстояли и сохранили свои знамена. Мы обязаны учитывать и тот факт, что в России растет угроза либерального реванша, а нынешний либерализм все больше сродни фашизму. Свидетельствую тому трагедию Украины. Киевский Майдан начинался как возмущение безудерной коррупции, а закончился разгуром бандеровщины. В ряде республик бывший СССР законное недовольство масс было использовано, чтобы установить крайне антинародные и русофобские режимы. Мы знаем, что Запад и его клиенты в России готовятся повернуть ход событий в свою сторону. Они изображают из себя поборников демократии, прав человека, борцов с коррупцией, используют современные методы информационной войны и привлекательные лозунги. Да, перемены в России вызрели. Промой долг и ответственность нашей партии, всех патриотов, в том, чтобы эти перемены не разорвали страну, а вывели ее из пучины кризиса, защитили трудящихся и гарантировали лучшее будущее. От партии это потребует нарастить мускулы, угрепить свои организации и мобилизовать граждан на борьбу за свои права. У ситуации в России есть еще одна особенность. Появилось немало популистов, которые клеймят либералов и поют «Осану СССР», но полны антикоммунизма и желчи к рабочему человеку. Нас это обязывает особо содержательно и ярко отметить знаковые годовщины 150 лет со дня рождения Ленина, 140 лет со дня рождения Сталина, 75 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этом же ряду стоит 220 лет со дня рождения светоча нашей поэзии Александра Сергеевича Пушкина. А 12 апреля исполнится 100 лет со дня Великого Почина первого Ленинского субботника. У каждого есть хорошая возможность напомнить об уникальной традиции и проявить себя. В целом подготовка к предстоящим датам это такая же проверка на верность лучшим идеалам как столетия Великого Октября, которые мы дружно и достойно встретили. Наша партия не раз доказывала, что умеет чувствовать пульс событий. Мы используем широкий арсенал средств политической борьбы. Мы способны отвечать на запросы общества и принимать точные решения. Будем действовать так и дальше. Мы будем сражаться за правое дело, за интересы трудящихся, за целостность своего отечества, за достоинство нашей державы и трудового народа. Будем тверды и решительны и победа непременно придет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ